Премудрость, глава 6. И скоро Он явится вам, и строг суд над начальствующими. Ибо меньший заслуживает помилования, а сильные сильны будут истязаны. Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех. Но начальствующим предстоит строгое испытание. Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали. Ибо свято хранящие святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Итак, вожжелайте слов моих, полюбите и научитесь. Премудрость светла и неувидающая, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущие ее не утомится, ибо найдет ее сидящий у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующие ради нее скоро освободится от забот. Ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Начало ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении – любовь. Любовь же – хранение законов ее. А наблюдение законов – залог бессмертия. А бессмертие приближает к Богу. Поэтому желание премудрости возводит к царству. Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолом и эскипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки. Что же есть премудрость и как она произошла, я возвещу. И не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения. И открою познание ее, и не минуя истины. И не войду вместе с состоявающим от зависти, ибо таковой не буду причастником премудрости. Множество мудрых – спасение миру. И царь разумный – благосостояние народа. Итак, учитесь от слов моих и получите пользу.